Народный бюджет – это возможность для каждого жителя поучаствовать в распределении средств городской казны, заручиться поддержкой местных жителей, защитить проект в администрации. Сложности нет, главное – желание. Всего в этом году было подготовлено 49 заявок. По итогам голосования наибольшее количество баллов набрало 20 проектов, на которые и было выделено финансирование в размере 32 миллионов рублей. Сейчас объем финансирования наращивается, и люди привыкают к тому, что этот конкурс есть. Многие из года в год подают заявки. Такие проекты предусматривают соучастие жителей. Где-то трудовое, где-то финансовое, где-то 3%, где-то 5%, где-то 7%. И в зависимости от того, как подана заявка и на что люди согласились, так и выстраиваются победители. Изменить место к лучшему, где живешь и отдыхаешь, смогли жители дворов на Камышинской 8 и 12. Они создали центр притяжения. Это мини-футбольное поле с искусственным покрытием и площадка с резиновым покрытием для игры в баскетбол и волейбол. Совсем скоро здесь планируют начать проводить бесплатные занятия с детьми. Будет работать тренер от местного ТОСа. Данная идея возникла не случайно. Раньше на месте спортивного объекта был пустырь. Жители беспокоились, что на его месте может появиться либо очередной жилой дом, либо магазин. Поэтому и было принято решение установить две современные детские площадки. Автором идеи стал Дмитрий Провольнов. Получили вот это удовольствие. Сегодняшний день, правда, не до конца еще законченный. Но в перспективе, что это будет очень хорошо работать для наших детей. Так как дом у нас, ну, по крайней мере, я про свой дом могу сказать, что он обновляется. В формате появляются молодые семьи, появляются дети, к чему мы очень рады. И, соответственно, появилось место, где они смогут, по крайней мере, с учетом, если техники какой-то безопасности, безопасно, не травмоопасно, здесь проводить какое-то время. Реализовать проект благодаря народному бюджету смогли и жители Киндяковки. На территории площади Дома культуры Киндяковка была установлена сцена. На 692 тысячи рублей выделили для демонтажа старой и установки новой сцены с крышей и электроснабжением. Получил поддержку и проект «Двор мечты», согласно которому обустроили территорию двора возле дома 12А на проезде Полбина. Там заасфальтировали придомовую территорию, привели в порядок пешеходные дорожки, увеличили размеры заездных карманов. В 2022 году также стартует областной конкурс проектов поддержки местных инициатив. Сейчас идет сбор заявок. На данный момент от Ульяновска подано 35 обращений, в их числе благоустройство тротуара от Самарской до Хошемины, асфальтирование беговой дорожки на стадионе школы 70. Сейчас дорога в этих местах находится в плачевном состоянии. Лужа очень большая, она развивается, когда снег стаивает, развивается на весь тротуар, от гаражей и до дорожки. Дети там прям по колено ходили. В случае победы уже в следующем году будут выделены средства на реализацию этой и других идей победителей. Заявки на участие в областном конкурсе от муниципальных образований Ульяновской области будут приниматься вплоть до 16 ноября. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправды ТВ.